Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Здравствуйте! В эфире телеканал РЕН-ТВ. Новости Анапы. Регион. В студии Ирина Меркурьева. И смотрите сегодня в выпуске. Самострои, подснос. Городские власти продолжают борьбу с черными застройщиками. Город воинской славы готовится к 23 февраля. Какие мероприятия ждут Анапча? Продолжаются рабочие встречи мэра Анапы с руководителями сельских территорий. Сегодня своими планами на год делился Сергеем Сергеевым глава Гостогаевского округа Олег Нехаев. Вместе они определили ключевые направления в работе на предстоящий год. В Анапе нет другого сельского округа, подобно Гостогаевскому, где бы так активно решался вопрос газификации. Только за 2015 год на строительство распределительных сетей было выделено без малого 14 миллионов рублей. Еще 50 миллионов направили на подведение коммуникаций к земельным участкам для многодетных. Но при решении одних важных социальных задач нельзя игнорировать другие – восстановление дорог. Требование мэра Анапы, если подрядчик халтурит, значит не должен получить ни копейки из бюджета, пока не выполнит свои обязательства. Винет всему восстановление не только дорожного покрытия, и прилегающей территории, и обочины, и все в соответствии с ГОСТом. Федеральные проекты на территории, конечно же, в плюс. Ближайшая перспектива – строительство трассы. Да, так точно. Мимо нас будет проходить федеральная дорога. То есть она будет по западной, в сторону широкой и на Юровскую гору сразу обходя. По генплану она существует есть. И вновь вторая сторона медали – придорожный сервис. Он уйдет на новую трассу. Нельзя допустить, чтобы местные предприниматели остались в стороне. Им надо уже сегодня задумываться там, смотреть на генеральный план развития по автомобильной дороге и задумываться, где сажать свои, чтобы не пришли какие-нибудь жители Ейского района или Краснодара, а именно Гостогаевцы, Анапчане придорожный сервис там развивали. Болезненный для Гостогаевской вопрос – отсутствие системы канализирования. Стоимость создания централизованной системы – даже не миллионы, а миллиарды рублей. Надо искать реальный путь, и он в создании локальных очистных. Сегодня задумайся о локальных, чтобы мы могли потом и собственнику показать, частнику. Давай со школы начнем. С 15-й школы не пошли. Со школы начнем, разработаем проект, построим очистные. Я тебе помогу с проектом и с реализацией его. Протокол встречи среди нескольких первоочередных записано еще одно поручение Сергея Сергеева для управления имущественных отношений – найти участок для создания нового кладбища в Станице. Городские власти ведут борьбу с самостроями в судах. Есть примеры вопиющего нарушения закона, когда застройщики игнорируют требования суда надзорных и правоохранительных органов, продолжая свое черное дело. После нескольких лет судебных тяжб на пересечении улиц Калинина-Таманская начался снос самовольно возведенного строения. Судебная история этого коммерческого объекта началась еще летом 2014 года. Тогда сотрудникам муниципального контроля администрации города в результате проверки было установлено, что на тротуаре возведено одноэтажное капитальное строение. До настоящего момента на площади 85 квадратных метров размещались продуктовый магазин, парикмахерская и шашлычная. В октябре 2015 года Анапский городской суд обязал застройщика снести самовольную постройку, но исполнять решение судей, видимо, никто не собирался. Городские власти обратились с заявлением изменить порядок исполнения решения Анапского городского суда с возложением обязанностей сноса самовольной постройки на администрацию города. На этой неделе на пересечении улиц Калинина и Таманская полным ходом ведутся работы по демонтажу одноэтажного помещения. В понедельник предприниматели занимались вывозом товара из магазинов. Далее демонтаж проходил непосредственно внутри строения, были убраны перегородки. Сегодня работы по демонтажу вышли на финальную стадию. Рабочие снимают пластиковые окна и вывозят холодильные оборудования. Решили купить или продать квартиру? Следите за изменениями законодательства. Согласно подписанному Владимиром Путиным закону, изменился порядок уплаты НДФЛ с продажи недвижимости. Без уплаты налога на доходы физических лиц можно будет продать недвижимость только после пяти лет владения. Ранее этот срок, напомним, составлял три года. А в налогообложении при продаже транспорта все осталось по-прежнему. При продаже автомобиля владелец, как и в предыдущие годы, уплачивает обязательный 13-процентный налог с полученной прибыли. Если транспортное средство реализовано на сумму, не превышающую 250 тысяч рублей, никаких отчислений с вас не возьмут. На курорте продолжается сезонный подъем вирусных заболеваний. Но какие бы нелепые слухи не будоражили анапчан, медики настаивают. Ситуация под контролем. Замалчивать факты никто не собирается. Какие методы профилактики используют в анапских школах – в нашем материале. Особое внимание детям. Во всех образовательных учреждениях действуют медицинские фильтры при приеме воспитанников. Во-первых, в свое время была сделана вакцинация детям. 87% детей у нас привыкли в школе. Каждый день проводим фильтр. То есть, что это значит? Мы выявляем тех детей, которые имеют первоначальные симптомы заболевания. Грипп или ОРЗ или ОРВИ – это не важно. Сообщаем родителям и, естественно, их отправляем домой. В каждой школе оборудованы медицинские кабинеты. Для школьников разработаны уголки профилактики. И меры профилактики в каждой школе свои. В ход идут средства народной медицины и высоконаучные методы. У нас ноу-хау в гимназии введено. Мы начали закупать бактерицидные лампы последнего поколения. Это аппараты, которые используются в общественных местах в присутствии людей. Сами ребята встречают сезонную простуду во всеоружии. Новое поколение сегодня выбирает жизнь безопасности для здоровья. Для этого все средства хороши. Увидеть сегодня ребенка в маске – ничего удивительного. Я ношу маску для того, чтобы не заболеть гриппом. И я ее меняю через каждые два урока. Есть в классах и особо ответственные. Во-первых, надо на каждой переменке всех детей выводить в ковидор, чтобы они там ходили. И в это же время открывать все окна, чтобы они проветривали. После школы приходить, сначала промывать нос, потом полоскать горло. Устами младенца глаголит истина. Грипп лучше всего предотвратить. А если не удалось, не откладывать поход к врачу. А ситуация с гриппом в эксклюзивном интервью с главным государственным санитарным врачом по городу-курорту Анапа и Тимирюкскому району. Мы регистрируем рост заболеваемости ОРВИ и гриппа в три раза. Но, однако, уровень заболеваемости значительно ниже эпидемического порога. То есть ни о каком эпидемическом превышении уровня заболеваемости мы на сегодняшний день не говорим. Данные отчетов составляются на основании управления здравоохранения двух территорий. В декабре месяце мы еженедельно регистрировали 20-30 случаев заболевания ОРВИ и гриппом. На сегодняшний день мы регистрируем за неделю в абсолютных цифрах до 100 случаев заболевания на территориях. Конкретно вот Анапа 93 случая заболевания, из них 73 ОРВИ и 20 гриппа на весь муниципалитет города-курорта Анапа. И Темрюкский район, 19 случаев ОРВИ и грипп на всю территорию. То есть рост начался, и этот рост составляет приблизительно в три раза, но эпидемического подъема мы не наблюдаем. Ситуация стабильна, ситуация пока что благополучная. Благополучие достигается в первую очередь тем, что 40% населения мы привили в октябре-сентябре от гриппа. Защитили детские организованные коллективы в первую очередь, детские сады и школы. И на сегодняшний день у нас заболеваемость в детских садах по Темрюку составила всего лишь один случай. 3-6 лет 7 случаев и 7-14 лет это три случая по школам. И по Анапе по группе 3-6 детских садов 9 случаев и 7-14 лет только три случая. Всего за весь период, то есть декабрь, даже начиная с ноября по конец января, зарегистрировано 25 случаев гриппа. Среди детского населения школьников грипп на сегодняшний день зарегистрирован всего один случай. Это ребенок по Темрюкскому району, один школьник. И этот ребенок находится в Краснодаре с 25 ноября находился на операционном лечении в больницах Краснодара. А заболел 10 января и был поставлен лабораторный грипп. Даже в школе этот ребенок не находился. То есть на сегодняшний день мы ввели противоэпидемические мероприятия в связи с сезонным подъемом заболеваемости во всех школах. И на сегодняшний день школы проводят такие мероприятия, как фильтр ультренний. Врачи и медсестры, фельдшера смотрят, чтобы больной ребенок не попал в организованный коллектив с различными инфекционными и неинфекционными заболеваниями. Мы ввели активное проветривание усиленное. То есть после каждого урока детей выводят из классов и проветривают. Потому что во внешней среде после проветривания вирус живет менее двух часов в окружающей среде при температуре окружающей среды, так скажем. И мы ввели помимо этого еще во всех школах на сегодняшний день уборку с применением дезинфицирующих средств не только туалетов, так скажем, а всех мест общего пользования. Эти мероприятия буквально мной, как главным санитарным врачом, введены три дня назад. Для всех директоров проведено совещание и они активно начали его выполнять. На сегодняшний день мониторинг, который мы ведем по школам, докладывают директора школ, в каждой школе отсутствует менее 5% детей. Это по различным причинам. По заболеваемости, по каким-то семейным. Но мы сейчас ввели общий мониторинг. Количество списочных составов детей и количество детей присутствующих. То есть какого-либо роста заболеваемости среди детей и школьников мы не отмечаем. Какие категории населения могут получить льготу на оплату капитального ремонта жилья, а то и вовсе не платить? Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Согласно этому документу, получить 50% скидку на капремонт смогут инвалиды, первый и второй групп, семьи с детьми-инвалидами. Также расходы могут компенсировать одиноко проживающим людям старше 70 и 80 лет. 50% и 100% соответственно. Закон вступил в силу с 1 января 2016 года. В городе воинской славы пройдет месячник обороны массовой и военно-патриотической работы. Старт будет дан церемонии торжественного открытия месячника. Она пройдет завтра в сквере боевой славы. С этого дня и по 23 февраля в Анапе пройдут десятки акций и мероприятий. Среди них соревнования по комплексному военному многоборью, гиревому спорту и пулевой стрельбе среди допризывной молодежи. Совместный с курсантами Института береговой охраны военно-спортивный праздник «Анука, парни», парад юно-армейских отрядов «Мы гордимся Россией», муниципальный этап краевого фестиваля «Поют дети России» и многие другие. Традиционно в событиях месячника примут участие анапские школьники и студенты, молодежные активисты, представители Совета ветеранов, казачества и общественных организаций. Ну а завтра в открытии участие смогут принять все желающие. Напомню, в 11 часов утра в сквере боевой славы. А завершит выпуск прогноз погоды. Воскресенье 24 января в Анапе пасмурно. Температура воздуха днем минус 4, минус 5, ночью до минус 6. Ветер северный 8 метров в секунду. Атмосферное давление 767 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды 4 градуса тепла. Генеральный партнер программы «Новости» производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи в эфире. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Продолжение следует...